Это обычная процедура перед входом в октагон, чтобы сделать шаг в клетку. Бойцы готовятся месяцами. И Международная лига OpenFC дарит спортсменам этот шанс. Так, на турнире в Барнауле выступили сразу пять бойцов из краевой столицы. Победную серию начал Кирилл Зимановский. Подхватил ее Руслан Габараев, который в первом же раунде уложил бойца из Новосибирска. А вот любимцу публики Николай Нестерову выпал сложный бой. Но, увы, победа досталась сопернику. И, в принципе, вот как раз тренерских подсказок не хватило. Ну и парень реально неуступчивый. 50 на 50. Это реально крутой оппонент был. Это бывает жизненный опыт. На этом выступления барнаульцев не закончились. За краевую столицу в октагон вышел выяснять отношения Гусейн Халиков. Бой шел на равных, но подготовка не подвела. Файтер заранее изучал соперника, его технику боя и в итоге отправил оппонента в нокаут своим любимым ударом. Я базовый каратист. Каратэ Кягушинка. Самый сильный вид спорта в каратэ. Это прямой удар. Мои гири в голову получается. Я в декспо работал, бью эти удары. Я готов. Я сейчас неделю-две отдохну к семье, слетаю. И в процессе, в принципе. Я хочу драться. Я бы не сказал, что я зарабатываю. Я люблю это дело. Это дело нравится и гостям Манежа. Одна из причин, по которой бои перенесли сюда, здесь теплее, нежели в ледовой арене, где проходил первый турнир. Впрочем, многие зрители и тут были в куртках. Но, несмотря на неидеальные условия, Международная лига считает, что турнир может и вновь проходить именно в Барнауле. Однозначно у нас в планах как минимум один турнир в год Лиги OpenFC в Барнауле. Но в этом году мы уже провели два. Поэтому, я думаю, что в следующем году однозначно мы сюда вернемся. Главный бой вечера. Поединок за поезд чемпиона в полусреднем весе. Россиянин Данила Приказа против неуступчивого бразильца Жона Собоэна. Файтер забирался до Барнаула 36 часов, чтобы улететь в нокаут за 26 секунд первого раунда. За треножку, Данила. Хорошо. Поезд чемпиона Лиги остается в России. Данила Приказа посвятил победу своей маме, у которой на днях было день рождения. Да, были мысли в голове. Держал информацию о том, что мама вчера какие слова сказала. Поэтому, хотела работать жестко, особо без разведки, чтобы не затягивать на 25 минут. Слава Богу, все получилось. Очень хорошо, что все сложилось именно так. Потому что чем дольше затягивается поединок, тем больше вероятность получить травмы. Потом восстанавливаться долго. Хорошо, когда бой заканчивается быстро, досрочно и в нашу пользу. Подобные турниры – это возможность для бойцов показать себя на весь мир. Огромный шанс, что тебя заметят и пригласят ведущие международные лиги. А это уже залог успешной карьеры в профессиональном спорте. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.